Мотовелиха, микрорайон Запрут, частный сектор, улица Ерофейских, дом 2. Благодаря бдительным соседям выгоревший участок еще относительно небольшой. А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли. Оказалось, так же глупо и безрассудно могут поступать не только сказочные персонажи, но и реальные люди. После вот таких субботников с применением огня можно было остаться и без забора, и без дома. По данным сайта Главного управления МЧС России по Пермскому краю, с начала апреля текущего года зарегистрировано более 200 пожаров и зажигания на открытой территории мусора и сухой травы. Только за 19 апреля 2019 года пожарные подразделения выезжали на тушение сухой травы и мусора 33 раза. А впереди майские праздники, выезды на дачу, а значит и походы в лес на шашлыки. Запрещается особенно ветреную погоду, это разведение костров, неконтролируемые сельхозпалы. То есть это в основном все режимные мероприятия, которые наше население, как правило, в данных условиях, когда дачный период начинается сплошь до ряда, не выполняется. От этого возникают пожары и определенные тяжелые последствия наступают. Для уменьшения тяжелых последствий в марте этого года законодатели внесли изменения в Кодекс об административных лесонарушениях. Согласно установленным нормам на граждан налагается штраф от 2 до 3 тысяч рублей. На должностных лиц от 6 до 15 тысяч, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. Сложности с наложением штрафа возникают тогда, когда статус полей сложно определить. Многие поля запущены, статус полей не всегда определен и, соответственно, никто не работает с тем, чтобы убрать посохшую растительность, которая является по большому счету порохом. И любая неосторожность, детская шалость или какая-то спичка и практически напалм такой горимости может возникнуть на огромных пространствах. Виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность. Анастасия Наумова, Константин Старков, телекомпания «Ветта».